Известный кинорежиссер Александр Мита отмечает сегодня 75-летие. Он любит повторять «Моя музыка красивая, как ангел, и рабочая, как лошадь». Эти же слова он выбрал в качестве эпиграфа к своему юбилейному вечеру, который пройдет сегодня в столичном доме кино. Накануне с мастером встретился Андрей Протасов. Ну если вы не умеете зрителя на минуту, если он догадывается, что будет в следующей минуте, во-первых, повторить это, что он даже упадет, во-вторых, интерес зрителя упадет. С этих слов Александр Мита начинает все свои лекции, будь то Гамбургская киношкола или высшие режиссерские курсы в Москве. Зритель должен получить то, что он хочет, но не так, как он этого ждет. Этого правила режиссер придерживается не только в кино, но и в жизни. Вместо запланированной прогулки по Москве, Александр Наумович предложил нам заняться подготовкой к предстоящему юбилею. Старые, особо ценные кинофиши бережно приклеены к магнитной доске. Остальные на полу и на подоконнике. Режиссер признается, что всегда относился к бумажному архиву беспечно, просто не мог представить, что в будущем они станут уникальной единицей хранения. Афиша к фильму «Точка, точка, запятая» и вовсе осталась в единственном экземпляре. Плакатов к фильму экипаж чуть больше, но состояние афиш оставляет желать лучшего. Он лучше. Но они все такие же. Все, они все. Все, все, поехали. В середине 50-х, сразу после окончания инженерно-строительного факультета МИСИ, Александр Митар работал карикатуристом в журнале. Опыт работы с живописными произведениями был всегда полезен режиссеру в создании фильмов. Сегодня этот же навык помогает выбрать рамы для афиш в багетной мастерской. Да, это не так нормально. На каждом плакате режиссер оставил автограф. Таким образом, для истории кино эти афиши приобретут еще большую ценность. Еще 7 лет назад Александр Митар написал сценарий полнометражного анимационного фильма в формате 3D по поэме Пушкина Руслана Людмила. Теперь вся его мастерская завалена эскизами. Но режиссер не торопится запускать картину в производство. В нашей стране пока нет для этого технической базы. Воображений всегда больше. Техника растет быстро. Производство дешевеет, компания разрастается. Поэтому лучше подождать. 3D-анимация и кинематограф в ближайшем будущем объединятся, уверен режиссер. Правда, современные технологии смогут работать только опираясь на опыт прошлых лет. Говоря так, Александр Наумч вспоминает свою картину «Экипаж», где сложные спецэффекты надолго опережали время и превосходили реальность. Вот стенд, на котором снимались основные трюки фильма. Эти кадры специалисты по комбинированным съемкам сделали в шутке ради. В Советском Союзе было три кладбища самолетов. Подмосковным Домодедово, Алма-Ате и Минеральных Водах. На время съемок все они были предоставлены съемочной группе экипажа. За время съемок режиссер взорвал и сжег 26 списанных самолетов. На лево. На право. Мы пересекаем Горького. Горького, Герцена, прежнее название улиц, режиссер произносит по привычке. Он все еще живет в старой Москве и в шутку называет себя советским москвичом. Ребята, режиссер – это культурная профессия. Это завещание своего учителя Михаила Рома Александр Мита усвоил очень хорошо. Самые важные театральные премьеры, кинопоказы и выставки режиссер посещает всегда. Сегодня он идет на фото-выставку в Манеж. Я понимаю, что заставляет, скажем, Германа снимать черно-белое кино. Немножко больше скажешь, и ты уже многословен, и тебя уже неинтересно, так сказать, слушать. Свой юбилейный вечер в Доме кино Александр Наумович решил провести в форме мастер-класса. Режиссер – такая форма взаимодействия с аудиторией привычнее остальных. А вот для зрителей такой формат будет сюрпризом. Отличаться юбилейный мастер-класс от будничного будет лишь одним. Своим студентам Мита показывает шедевры мирового кинематографа. А на вечере зритель увидит отрывки только из его картин. Андрей Протасов, Илья Фомин, служба информации, телеканал «Культура». К юбилею Александра Миты телеканал «Культура» подготовил несколько программ. Сегодня в 20 часов 20 минут смотрите документальный фильм от Аристотеля к Чехову за 72 часа. А в 21 час в нашем эфире художественный фильм «Москва. Любовь моя».